Друзья, всем привет! Сегодня у нас три посылки небольших, четыре посылки небольших. Давайте откроем, посмотрим. То есть, скорее всего, уже у нас что-то из этого всего, наверное, было. О-о-о-о! Смотрите, вот эта штука! Вот. Круто! Это с Роузы Гав магазина. Это приставка для телевизора, я так понимаю. Джойстик с приставкой, прям внутри в ней приставка, какие-то игры можно играть. Ну, мы посмотрим детали. Тряпочка, сразу отбрасываем ее, она уже была у нас миллион раз. Далее, вот эта тоже с Роузы Гав, то есть, три посылки, получается, с Роузы Гав пришло. И тряпочка тоже отсюда. Эта штука уже у нас была в распаковках, поэтому мы тоже ее откладем, отложим. И вот эта вот, по-моему, то ли из Роузы Гав, то ли из магазина Том Топ. Ну, и давайте поближе на все посмотрим. Ну, это уже бесполезно. Смотрите, 50 центов я ее покупал. Это металлическая, уже миллион раз было. То есть, металлическая модель. Из нее там выгибаем и делаем вот такой вот корабль космический. Вот, ну, давайте посмотрим на вот эту вот штуку. Сейчас у нас распаковка, а потом уже я отдельно сниму видео про эту штуку. Вот, как она работает. Итак, смотрите, прикольно. То есть, набор, я не помню, по-моему, то ли Том Топ, то ли, скорее всего, наверное, Розы Гав все-таки. Вот, идет такой комплект, я не помню, то есть, около что-то 4, наверное, долларов. Вот, идет палочки. Пинцет такой вот пластиковый. Ну, я не знаю, что им зажимать пинцетом. То есть, он гнется, пластиковый пинцет. Ну, это бестолковое, я думаю, дело. Ну, вот. Зачем здесь вот такие вот штуки? Не пойми, зачем они? Ну, ладно. Так, два... Две булавочки. Ножнички. Ножнички. Давайте их проверим сразу. Ножнички классно режут. Хорошие ножнички. А ну, ногтик. Не, для ногтей они мягенькие. То есть, ну, бинтик отрезать можно. Далее. Инструкция. То есть, на английском языке, что, зачем нужно. Вот. Алкоголь-пат. Алкоголь-пат. Это, я так понимаю, салфетка с спиртом. Спиртовая салфетка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Это 10 штучек, получается, отрывные. Две вот такие вот стинг-рельеф. Стинг-рельеф. Я не знаю, что это. Потом с переводчиком поперевожу. Вот. Это вот такие вот бинтики, получается. Два. И лекопластыри. Получается их пять. Вот. Дальше. Дальше вот такая вот марлевая повязка. Бандаж. Бандаж. Триангуляр. Вот. Бинт. Бинтик. Распаковывать я их не буду, потому что, ну, мало ли потом пригодится, чтобы не терялась стерильность. Ну, хотя вот это уже распаковалось, открылось. Вот. Но мы ее запакуем, чтобы не заносить туда микробов. Вот. И вот такая вот штучка. Это получается лекопластырь. Чтобы можно было... Да, вот такой вот бумажный лекопластырь, которым можно закрепить бинтик и так далее. Ну, прикольный набор, отличный набор. Мне очень нравится. Можно как аптечку с собой в дорогу взять, допустим, там, на вылазку куда-нибудь, в поход. Или... Ну, да, то есть, или в машине можно хранить ее в бардачке. Она маленькая, компактная. Ну, то есть, прикольная. Вот. Ну, давайте откладываем ее. И давайте посмотрим на наш вот этот вот пульт. Здесь вот оторван кусочек. Но все запаковано. Ага, то есть, открывать можно легко. Вот сам пульт. И вот здесь у нас... Что это у нас здесь? У нас здесь инструкция. Mi Pad. То есть, тоже закос под Xiaomi. Classic Games, TV Classic Games, ROX. Вот. Подключается он обычными тюльпанчиками. Вот такая вот... Джойстик. Ну, нажимается как-то, знаете, я бы не сказал, что уверенно и хорошо. То есть, ну... Подзаедает он немножко. Здесь вот кнопочки ON, OFF. Она была включена. Но я думаю, что здесь нет батарейки. Причем, даже нет болтика. Батареечка одна. 3А используется. Но нет болтика, который закручивает эту штуку. Ну, может, они сочли, что он и не нужен и выпускается так. Но я сомневаюсь. Я думаю, что его кто-то разбирал. И вот это вот... Это фонарик получается. И сюда вот коннектится. Вот. На этом как бы с распаковкой мы заканчиваем. Вот эту штуку я отдельное видео сниму. Как, что и зачем оно используется. Так, пока настраивается телевизор, каналы после нашего теста антенны, которую я купил. HDTV типа супер-пупер антенна. Вот. Вставляем батарейку. Давайте посмотрим еще раз на нашу приставку новую. Вот. С фонариком. Здесь есть сброс. АВ-Аут. То есть, через него мы подключаемся с помощью вот такого вот кабеля к телевизору. Сейчас мы будем с помощью него подключаться. Вот. Включение-выключение. Кнопочка. Когда мы включаем, загорается вот лампочка. Вот. Кнопочка старт. И три кнопки управления. Вот. И фонарик загорелся. Как его выключить? Вот. Я не понимаю. То есть, ну, загорелся фонарик. Зачем? Зачем нам фонарик, если мы еще не играем? Ну, даже, даже если мы играем, зачем нам все равно фонарик здесь? Может, это какой-то датчик? Да нет. Фонарик обычно. Да еще и не светит нифига. Что это? Зачем оно? Непонятно. Ладно. А ну. Ага. То есть, это индикатор того, что мы отключены от приставки. Потому что, как только мы подключаемся, как только мы подключаемся, сразу он загорается. Вот. Ну, давайте тогда выключаем. Закрываем крышечкой. Питается от одной 3А батарейки. Вставили мы батареечку Xiaomi. Крышечка закрывается. Болтика не было сразу. Вот. Сейчас подключимся к телевизору и будем тестировать. Кабель не длинный. Здесь, наверное, полтора метра. Я думаю. Да. Скорее всего, наверное, ну, около... Ну, да. Полтора метра. Итак, выбрали на телевизоре АВ режим. И давайте включаем приставку. И сразу появилась вот такая игра. Давайте будем управлять. Выбираем английский язык. Так. А какая? Старт. Вот. И появилось много игр. Angry Bird 3, Contra 1. Ух ты! Contra 1. Но! Вот такая вот рябь. По всему экрану как бы рябь и не знаю. То есть, это либо специально сделано, либо такое вот качество. Так. Contra, Contra. Давайте Contra выбираем. Джойстиком неудобно управлять. И вот он здесь почему-то не работает. А, я, наверное, выбрал уже. Нет, не выбрал. Так. Один плеер. То есть, два плеера выбрать нельзя здесь. Разобрался. И пока я вот разбирался, пока вникал, у меня в руках осталось вот джойстик от этой штуки. Он съемный. И он у меня в руках остался. Давайте его обратно вставлю и буду пробовать еще. Вправо плохо поворачивает. И здесь нельзя, наверное, подключить еще один джойстик. В общем, деревянный я. Так. Выходим в меню. Выбираем опять. И давайте выберем что-нибудь. Посмотрим, какие тут игры есть вообще. 89, получается, игр должно быть. Есть предпросмотр. Танки есть. Ну, давайте позже к ним вернемся. Ну, некоторые игры повторяются. То есть, это Марио, я так понимаю. Ну, давайте танки найдем. Я так понимаю, это классическая. Ага, здесь можно уровни выбрать уровень. А я стою, жду. Так. Заело, что ли, кнопку. То есть, он шмаляет без остановки. То есть, заедает кнопку. То есть, как заедает кнопка. Так, ребята. Ой. Заело кнопку, получается. И я сам своих убиваю. В общем, ну, как-то так. В принципе, давайте сделаем вывод. То есть, здесь есть интересные игры. Марио. Марио есть. Есть танчики. Есть контра. То есть, основные, как бы, популярные самые игры. Тетрис. Вот. Но и затея вроде бы неплохая. Но, если бы она была хотя бы в размерах, как обычный джойстик. И если бы она была сделана получше. Не такого говняного качества, как она сделана. То, ну, это было бы прикольно, конечно. Погонять. И, ну, лучше, чем обычную приставку использовать. Да, там приставка обычная стоит около, в районе 20 долларов. Я думаю, что можно было бы взять джойстик от этой приставки. В него запихнуть эту начинку. Сделать более качественные кнопки. И продавать по 10 или там 15 долларов. И я уверен, что это было бы популярнее. Да, то есть, да. Ну, кабель, кабель тоже можно было сделать длиннее. Кстати, я его вот подергал. И картинка стала качественней. То есть, зависит от... Видите, я отдергаю. И пропал сигнал. Загорелась лампочка. Вот. Получается, еще от кабеля. То есть, качество картинки... А вот, опять ряд появилось. Появилось. Ну, да. В общем, ряд есть. И мне кажется, ну, не стоит на эту штуку тратить время. Потому что, ну, и деньги. Потому что, ну, такая одноразовая вещь. И того приятного ощущения, да, как на обычной приставке, вы не получите удовольствие того. Потому что кнопка отпадает, одна залипает. Ну, во-первых, приставка там можно вдвоем зарубиться с каким-нибудь другом. А здесь только ты один играешь. И, ну, скоротать время, в принципе. Да, ну, нет. Я не советую вообще. То есть, ну, это как бы лишь просто трата денег. И все. Поэтому, ну, такой бредочек небольшой. Ну, да, можно, конечно, поностальгировать. Но не тот кайф. Не тот совершенно кайф, если играть обычным джойстиком. Решил посмотреть, что у нас внутри здесь. Довольно неплохо все сделано. Тут затерто, но плохо очень видно. В общем, ничего интересного откручивать дальше я не буду. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...